решила сделать букет с георгинами и сразу задалась вопросом с какими цветами и листьями они сочетаются что можно использовать для букета особенно какие-то мелкие детали всегда в букет хочется ввести именно мелкие детали или цветы но при этом долго не засиживаться над их созданием чтобы было просто красиво и достаточно реалистично рассматривая фото из интернета наткнул наткнулась на вот такую траву она мне очень сразу понравилась смотрится интересно вытягивает букет и создает определенное такое ощущение невесомости смотрите как здорово они еще и двигаются да вот уже как интересно оказалось это растение горец бывает она разных цветов и разной степени зрелости внимательно рассмотрев фото начала пробовать лепить и так увлеклась что не заметила как быстро слепила целых три веточки смотрите поэтому решила вам показать как я это делаю достаточно просто и интересно для этого нам понадобится проволока я использовала 0 3 миллиметра можно использовать вот такую проволоку номер 28 или 30 также холодный фарфор я его уже заранее намешала добавить небольшое количество зефирной глины и немножечко травяной зеленый для того чтобы получилось получился такой нежный пастельный травяной зеленый также основной цвет для самих тычинок намешала такой сиренево-розовый но это не принципиально можно чисто розовый или даже бордовый как я уже сказала не бывают разных цветов и белые и бордовые и розовые для начала нам необходимо нарезать проволоку на достаточно длинные отрезки разного размера лучше всего обтягивать проволоку свежей глиной мягкой пластичной только заведенной вот допустим можно обтягивать до 10 сантиметров можно 7 5 10 здесь не принципиально важно какой длины обтягиваем берем достаточно тонкую проволоку и прокручиваем на столе чтобы получилось тоненькая палочка оставляем сохнуть допустим на одну веточку у меня ушло 6 штук 6 полочек еще раз где-то можно от середины проволоки и начинаем такими покручивающими движениями обтягивать проволоку немного прокрутили в пальчиках и на столе распределили глину ровным слоем по всей проволоки так еще один момент я делаю закрытые цветочки на самом деле в дальнейшем он начинает цвести и все эти бутончики бутончики мелкие начинают раскрываться в цветочке но я не вижу смысла мучиться и создавать настолько мелкие цветы в общей сложности смотрится очень здорово и без мелких цветов затем берем нашу цветную глину небольшой кусочек раскатываем в тонкую линию тонкую колбаску и сейчас наша задача создать большое количество мелких шариков или овальчиков размер приблизительно 1-2 миллиметра смотрите отщипнули немного прокрутили отщипнули прокрутили приблизительно на одно соцветия уходит глины диаметром в один сантиметр если вы хотите более пушистую веточку конечно тогда необходимо делать намного больше таких шариков я не стремлюсь сделать абсолютно их одинаковые не размер не степень скругления то есть или кружок или овальчик такие мелкие детали достаточно быстро сохнут и склеивать мы будем не дожидаясь полного высыхания в идеале конечно я делаю большое количество в течение там 15 минут они успевают немного подсохнуть и зафиксироваться форма кругляшка и легче тогда приклеивать но ждать полного высыхания не стоит потому что будет сложнее приклеивать оно будет отлетать я уже пробовала поэтому буквально 10 минут ждем пока они подсохнут и приклеиваем так будет легче стараемся все таки одинаковые делать так как я уже сказала необходимо подождать в идеале но я вам покажу сразу что я делаю дальше клей pva эта веточка у меня уже высохшая поэтому можно спокойно дотрагиваться до нее набираем большое количество тщательно распределяем клей таким достаточно большим слоем приблизительно 3-4 сантиметра можно 5 если веточку делаете достаточно длинную но не более 5 сантиметров так распределили тщательно и начинаем набор на нашу палочку у самой макушки конечно больше всего поэтому собираем покучнее чем ниже опускается тем меньше этих шариков на веточке поворачиваем смотрим где есть небольшие пробелы собрали теперь очень аккуратно легкими движениями чуть-чуть прижимаем вот когда они слегка подсохшие их легче прикреплять за счет того что когда вы продавливаете они не сильно сплющиваются остаются именно шариками поэтому сейчас я прям очень аккуратно придавила вот такая веточка необходимо дождаться полного высыхания этой веточки и после этого можно ее протонировать также можно оставить как чисто розовый так и протонировать мне больше понравилось с тонировкой вот можно сравнить да как она выглядит без тонировки и с тонировкой можно чисто розовый можно белый но мне необходим более бордовый оттенок поэтому что я делаю темная краска кисточка и растворитель окрашивать я буду темно-красный так вот набираю на кисточку очень маленькое количество растворителя и делаю достаточно жидкую краску и теперь тщательно прокрашиваю со всех сторон так чтобы краска впиталась именно вовнутрь вместе со стволом где-то подкрашиваю вбивая краску при этом необходимо дождаться полного высыхания веточки иначе можно повредить форму и все отлетит и начинаем стирать верхний слой на самих ягодках то есть аккуратными так вот на пальчик намотали салфеточку и протираем только верхнюю часть каждой каждого шарика видите как углубляется оттенок цвет следующий вот такой вариант окрашивание мне нравится больше нежели оставить просто бесцветно как-то он интереснее смотрится на мой взгляд более глубокий цвет оттенки это все будет зависеть от того какой букет вы собираетесь делать какой вам необходим цвет листья еще раз повторяю они бывают разных сортов именно такой цвет листики обыкновенные с прожилками от самых маленьких и более крупные по одному два я уже сделала несколько и сейчас покажу как буду я их скреплять опять клей пва длинная палочка и короткая чтобы не было больших наплывов на глины на стволе сначала промазываем ствол там где она заканчивается вместе с глиной и и этот участок приблизительно в один сантиметр а пол сантиметра я склеиваю третья тонн эта деталь и необходимо немного подержать листву я также сделала с небольшой ножкой ее слегка отогнула смазываю этот сантиметр ствола и приклеиваю у самого края там где заканчивается глина листик затем прохожу тейп лентой соединяю всю проволочку обтягиваю небольшой кусочек ствола глиной жду пока он высохнет и прикрепляю следующий элемент точно так же холодный фарфор то есть там где он на стволе вместе и следующий листик таких элементов делаю много затем между собой скрепляю их также добавляя листья пока я не решила какой высоты мне необходимо поэтому не продлила листву дальше по стволу это сделаю уже когда у меня будет готов букет смотрите наши веточки мне очень нравится такой вариант и главное просто делать что за букет у меня получится обязательно потом покажу творческих успехов друзья вот чтобы я